Всем привет из Сингапура! Меня зовут Рина, и я вас сегодня хочу познакомить с ботаническими садами, еще одной бесплатной достопримечательностью в Сингапуре. Я очень люблю ботанические сады в Сингапуре. Пожалуй, это самый большой разнообразный парк, который я видела в Азии. Представьте, что только длина между крайними точками составляет 2,5 километра. И это без учета всех дорожек. Территория занимает 74 гектара, и все находится буквально в центре города. Найти ботанические сады в Сингапуре очень легко. Парк расположился около станции метро Botanic Gardens. Это популярное место для прогулок с детьми, занятий спортом и осмотра великолепной коллекции растений и деревьев. Здесь можно бродить часами, рассматривать скульптуры, сидеть на скамейках в укромных уголках парка, наблюдать за черепахами и лебедями в озере. Если у вас есть в запасе 3-4 часа, я бы обязательно рекомендовала ботанические сады к посещению. Парку более 150 лет, и здесь до сих пор сохранились уголки первозданных тропических джунглей. Парк открыт с 5 утра до полуночи, и вход в него абсолютно бесплатный за исключением сада Орхидей, куда билет стоит всего 5 долларов. Зато он может похвастаться самой большой в мире коллекцией этих цветов. В Орхидаре более тысячи различных видов и более 2000 гибридов. Помимо обычных орхидей растут редкие сорта. Вся территория ботанического парка разбита на несколько тематических садов. Здесь даже есть сад для детей и их родителей, с домом на дереве, подвесным мостом, игровыми площадками и интерактивными аттракционами, где объясняется главная концепция парка, что все в мире зависит от растений. Кроме этого, есть сад бонсай, кактусов, лекарственных растений, пальмовая долина и небольшие пешеходные маршруты по настоящим джунглям. А также коридоры со свисающими корнями плюща, водопады, озера и многое другое. Если захотите остаться в парке на целый день, к вашим услугам несколько ресторанов. А сами сингапурцы любят устраивать здесь пикники. На центральной сцене озера Симфонии частенько проходят бесплатные концерты, собирающие сотни любителей классической музыки. Надеюсь, мой рассказ про ботанические сады в Сингапуре окажется вам полезным в будущем. Ставьте лайк, если вам понравилось. Все вопросы пишите в комментариях, ищите ссылку на официальный сайт в описании под видео. И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео про бесплатные достопримечательности Сингапура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok